Среди мест, которые мы посетили в последнее время, с удовольствием вспоминаю город Сандомир. В русском произношении это Сандомир. Так же писали и на Старопольском. Город расположен на семи холмах, на обоих берегах Вислы, недалеко от впадения в нее реки Сан. Отлюблено полтора часа езды. Население сегодня составляет около 24 тысяч. Город привлекает туристов своими историческими и природными памятниками. Как средневековый город, он имеет обширную рыночную площадь, обрамленную старыми каменицами XV века, покрытыми керамической плиткой. В центре площади расположена ратуша, символ самоуправления города. Права города Сандомир приобрел в XIII веке. Но известно, что уже в X веке на Замковой горе было укрепленное поселение. В XI веке Сандомир стал центром княжества. Удачное расположение на торговом пути Западной Европы в Киевскую Русь дало возможность городу богатеть. В средневековой Польше Сандомир относился к трем наиболее важным городам, наряду с Вроцлавом и Краковым. Это был королевский город. В XIV веке по приказу Казимиржа Великого был построен кирпичный замок, который, к сожалению, был разрушен шведами в 1656 году. Сегодня мы можем видеть сохранившуюся часть этого строения и, более позднее, постройки на Замковой горе. В Сандоме же есть несколько интереснейших костелов. Один из них – это доминиканский костел Святого Якуба. Рядом с этим костелом расположен памятник природы, так называемый Вонвус, Швенте и Крулевые Ядвиги. Согласно легенде, в этом овраге гуляла когда-то сама королева Ядвига. Овраг длиной 500 метров был вымыт когда-то водой в лесовой почве. Глубина достигает 10 метров. По краям растут лиственные деревья, липы, клёны, вязы, акации. Туристы с удовольствием фотографируются на фоне обнаженных корней. Сандомиш очень пострадал в период Первой, а потом и Второй мировой войны. Более 5000 евреев были помещены в гетто. До Второй мировой войны еврейская община играла большую роль в Сандомиже. Сегодня мы можем увидеть сохранившуюся синагогу. В Замковой горы открывается красивейший вид на Вислу, а также на расположенный недалеко Кафедральный собор Базилику XIV-XVII веков. Кафедральный собор отличает богатое убранство. В интерьере много позолоты, скульптуры, картины, росписи. Интересен собор и своими византийско-русскими фресками. Подобные сохранились в Люблине, Кракове. Известно, что они были в XIV веке заказаны королем Польши и великим князем литовским Владиславом Егелло. В Сандомиже сохранилась единственная брама из четырех построенных в Средневековой стене. Это брама Апатовская. Она самая высокая из всех, которые были и сегодня используется туристами в качестве смотровой площадки. В качестве сувенира из Сандомиже можно привезти украшения из полосатого кремния. Это уникальный камень, который добывают в окрестностях.